В конце каждого года миллионы детей пишут письма Деду Морозу, загадывают желания, мечтают о подарках. Каждая детская мечта важна. Но как же письма попадают к волшебнику? Можно доверить их птичьей почте или оленям, но надежнее будет по железной дороге. По железной дороге можно отправить не только письмо главному новогоднему волшебнику, можно отправиться к нему в гости на север самолично, захватив свою мечту. Адрес Деда Мороза – Вологодская область, Великий Устьюг. До этого старинного русского города существует много маршрутов. Например, можно сначала доехать до Котласа, крупного центра на севере, куда идет много поездов. Котлас расположен в Архангельской области, относится к районам Крайнего Севера. И отсюда до родины Деда Мороза всего 70 километров. Итак, с пересадкой в Котласе я добралась до Великого Устьюга. Но сюда можно доехать и не думая о пересадках и транспорте. Каждый год волшебную сказку около 7 тысяч путешественников прямым поездом доводит РЖД Тур. Великий Устьюг – один из древнейших городов. Интересен он будет всем, кто хочет больше узнать об истории русского севера. Первые поселения здесь появились еще в IX веке, а статус Великого это место получило от Ивана Грозного за свое торговое значение. Но в последние годы Устьюг больше ассоциируется со сказкой. Около 20 лет назад Великий Устьюг официально объявлен родиной Дедушки Мороза. Так что путешествие начинается вот отсюда. Это городская резиденция Дедушки. Вот это тронный зал в резиденции Деда Мороза. Можно посидеть на троне Дедушки. Дед Мороз появляется в русских литературных произведениях в середине XIX века. Но, конечно, корни его волшебства гораздо древнее и исходят еще из славянской мифологии. Но если все-таки приехать в Великий Устьюг зимой, перед Новым годом, то важно не забыть посетить вот это вот здание, это почта Дедушки Мороза, и оставить там заветное письмо. Многие дети просят в письмах о личной встрече с Дедом Морозом. И сделать это можно в его вотчине под Великим Устьюгом. Здесь много сказок собрались на одной тропе, вокруг двухэтажного терема Дедушки. Детишки к нам приезжают круглый год, ведь сказка у нас круглый год живет, цветет и расцветает. Самый главный вопрос, который интересует и взрослого, и малого, это сколько же лет нашему Деду Морозу. Вы знаете, сколько лет? Нет, да? Нашему Дедушке Морозу столько лет, сколько существует белый свет. И сколько существует белый свет, в сказку будут верить и малыши, и взрослые. И мечтать о путешествии в гости к Деду Морозу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!